Привет всем! Интернет-ресурс «Коллективная эволюция» недавно увлекал статью с кричащим названием «Коровье молоко содержит самый важный канцероген из когда-либо выявленных, и он вызывает рак». В соответствии со статьей Кэмпбелл, профессор биохимии и питания в Корнельском университете, хорошо известный своим китайским исследованием, заявляет, что животный белок, включая казеин коровьего молока, может включать рак и ускорять его распространение. Более того, он считает, что коровье молоко высасывает кальций с кости человека, чем понижает их прочность. Последний механизм, по его пониманию, компенсирует метаболический асцидоз, который возникает с приемом казеина коровьего молока. С этим заявлением Кэмпбелл, человеческая раса не имеет другой возможности, кроме того, как заменить животный белок растительным. Что касается моего понимания, главное несчастье каждого из нас состоит в акте рождения на Земле, потому что после этого с каждым прожитым днем мы живем как минимум на один день меньше, и каждый следующий день в нашей жизни полон опасность. Я согласен, что казеин коровьего молока может быть опасным для нашего здоровья, потому что даже хорошее вино может быть ядом. Что касается моего понимания проблемы, то любая пища есть еда и яд, и дело лишь в количестве и качестве ее компонентов. Я не понимаю Кэмпбелла. Мне гораздо ближе к Кристал, выдающийся ученый из детальского центра рака британской колумбии в Анкуминере, который говорит, что нет ничего плохого в том, чтобы есть даже сахар, если вы только его сжигаете. Давайте совместим приемом пищи с фитнесом, и все будет окей. И не забываем на полчаса после каждого приема пищи выходить на прогулку. Имейте в виду, что даже черт не так страшен, как его молюют. Удачи вам в здоровом питании и здоровом образе жизни. Что же касается меня, я не могу представить свою жизнь без продуктов куровь и молока, и в моем рационе они находят место в соответствующем количестве. Удачного!